Татьяна Васильевна, Олимпийский мишка, божья коровка, теннисные ракетки и другие фигуры. Все это выполнено из крышек от пластмассовых бутылок. Ученики Яхромской школы номер один уже давно вовлечены в экологическую программу по сбору пластмассовых крышек. Сюда регулярно приезжает машина и забирает их на переработку. В этот раз процесс передачи крышек получился более памятный, так как в нем приняли участие депутаты Московской областной думы Александр Орлов и Марина Шевченко. Прежде всего, почетные гости поблагодарили ребят за то, что они активно участвуют в этой экологической акции и выразили свое восхищение оригинальному панно, сделанному из ярких пластмассовых крышек. Все это творение рук Светланы Лузгиной, которая отвечает в Яхромской школе номер один за чистоту и порядок. Можно сказать, что она дала крышкам вторую жизнь. Вообще, тема переработки мусора сегодня актуальна как никогда. Об этом говорят с детьми и в школах, и в детских садах. Объясняют, для чего нужно сортировать мусор и как ему дают вторую жизнь. Жители Дмитровского округа активно поддерживают все экологические начинания и как результат победа в областном конкурсе грантов. Экопроект руководителем местного отделения «Молодая гвардия» Антона Калмыкова стал победителем. Выигрышный грант будет потрачен на реализацию его проекта. Мы в Дмитрове выиграли грант, и мы будем делать большой парк по сбору вторсырья не только крышек, но и пластика, макулатуры и всего, что можно сдать на переработку. Мы к вам обязательно приедем, расскажем, что и как можно собирать. Будем с вами сотрудничать, будем чаще к вам приезжать. Спасибо вам за то, что вы включаетесь в это дело. В это дело сегодня включены многие. Касаемо Яхромской школы номер один – это и ученики, и родители, и педагоги. По их словам, они не только приносят крышки в образовательные учреждения, но и дома практикуют сортировку мусора. Безусловно, в этом огромная заслуга просветительской деятельности. Сегодня в Московской области уже не первый год мы огромное внимание уделяем не только раздельному сбору отходов, но и, конечно же, экологическому просвещению. И очень важно, когда мы это делаем с нашими школьниками, которые очень быстро в это вовлекаются. Но одно дело, когда мы им рассказываем, как это происходит, наши школьные уроки, которые касаются и раздельного сбора отхода, и экологии в целом. А совсем другое дело, когда они могут к этому прикоснуться. Все собранные крышки были отвезены в пункты сбора вторсырья в Деденево. Крышкам из Яхромской школы номер один были добавлены крышки из парка «Березовая роща». Там установлен специальный контейнер в форме сердца. В общей сложности сдали 310 килограмм. Вырученные деньги пошли на благотворительность. В частности, был куплен хороший подарок ветерану Великой Отечественной войны, который был подарен 9 мая. Спасибо. 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 Продолжение следует...